Субтитры сделал DimaTorzok И вам тоже привет, ребята. Я даже и не знала. Всем привет, меня зовут Линна, и это Jade Empire, неожиданное начало с кат-сцены. Я, наверное, просто пришла, сделала первый шаг, и на меня напали очень агрессивные стражники. Я не понимаю, что произошло. Потому что я где закончила, там и начало. То есть, ну, видимо, я как-то закончила на том месте, где я должна была стригериться кат-сцена. Видимо, так. Ой. Ну да, вон, быстро сохраните. Что-то удивительное, в общем, произошло, на нас внезапно напали. И очень невнезапно огребли. Чё он и Дон Гоу? Чё тебе надо? Добро пожаловать, друг. Лекция немного задержится, но твой энтузиазм приветствуется. Я бы не стала волноваться за места. Эти надоедливые философы сделали всё, чтобы народу было немного. Понимаю. Могу я у тебя спросить? Разумеется, нельзя учиться, не задавай вопросов. Один дознаватель-вербовщик. Что? А, ну и вопрос. Да, ну и вопрос. Не знаю, кто тебе сказал, но я был бы очень признанелен, если бы ты говорила потише, задавая такие вопросы. И все считают меня просто слишком усердным учёным, и я не хочу их разубеждать. Рассказать тебе о вербовщике? У тебя есть летающая машина, так ведь? Да, я в курсе. Возвращайся на место посадки, там тебя встретят. Хорошо. А теперь иди, я больше не стану с тобой разговаривать. Они уже знают о тебе. Это может означать одну из двух. Либо принцесса исключительно умело распространяет слухи, либо им очень нужны новые люди. Скорее всего, это правда. Не думаю, что тебе будет сложно привлечь внимание дознавателя. Надеюсь, я не привлекаю... Откуда вообще такая уверенность? Совершенно ясно, что они не знают кто ты на самом деле, а твои умения не вызывают сомнений. Этот дознаватель больше заинтересован того, чем показывает, даже не зная, стоила ли тебе разговаривать с Дон Гол, чтобы привлечь его внимание. Комплимент без намёка на флирт неба. Извини, я иногда забываюсь. Это... Ну, давай постараемся прибыть на ту встречу у планера вовремя. А чё там, короче, будет какая-то, что ли, чё-то это? Срочность? Дознаватели. Дознаватели, вербовщик. Исполнители. Отбирает людей. Чузостранец. Разобраться с чужестранцем. Кожевник. И так. Арена. Юй-кун. Мошенник. Ну, короче, сейчас мы это, потыкаемся во всех остальных. Ну чё, ты так не стоя, а то я нечаянно увлекусь и тебя тоже пну. Ну, так бывает. Здрасте. Короче, страж чё-то какой-то очень странный. Учёный Кун Юй. Так, чтобы не докучать, ты кого-нибудь подозрительного видел? Нет, никого. А чё, я же страниц? О, не, он необычный в обычном. А какие учения тебя так занимают? Разного рода. История драматических систем, прикладная теология, небесная интеграция. А у тебя есть работы, которые я могу почитать? Ой, я сомневаюсь. Определение книжного червя к тебе не подходит. Ой, знал бы ты, сколько я книг прочитала. Ты в слишком хорошей физической форме. Конечно, ни одна из моих книг ещё не опубликована, но как учёный, к тому же уважаемый, я однажды, несомненно, напишу несколько великолепных трудов. А разве ты не должен сперва написать книги, а потом считаться уважаемым учёным? Да, разве что твои теории тоже блистательны, как и мои. А расскажи мне об истории драматических систем. Это интересный ответ. Если позволишь, я хочу задать этому учёному вопрос. Ну, видишь ли, драма разделилась на несколько систем, и я изучаю историю развития этих систем, как они изменялись и тому подобное. Мой компаньон хочет задать тебе вопрос, если ты не против. Нет, конечно же, не против. Ты изучаешь театр, не так ли? Просто мне было интересно узнать о недавнем отходе драматических представлений от традиционных повторных постановок, при котором четвёртая сетна постоянно демонтируется. Означает ли этот переход в более кодифицированную жанру, где границы между миром, постановкой и реальностью оставляют неизгладимое впечатление? Я... Ну... Я так и думал. Откуда это всего с неба? Он не единственный, кто какое-то время прятался в собственном саду. Тем не менее, я провёл кое-какое расследование. Несомненно, это изобретатель Юй-кун, хотя я не уверен, что он заслужил это имя. Конечно, нет, я... А, чёрт, это не сработало. Как ты узнала? Будем считать это интуицией. Вон там вот стоит интуиция. Это ты здесь, чтобы меня выследить? Господин Джейн-то зон у меня, и я знал, что этим всё закончится. Полагаю, бежать смысла нет? Как вообще человеку вроде тебя удалось обмануть вельможу? Меня обвиняют несправедливо. Я просто попросил немного серебра госпожи Джейн-то, чтобы она поддержала мою актёрскую карьеру. Это называется покровительство. Она согласилась, но её муж так рассверепел, что когда об этом узнал, что... И теперь... А, её муж рассверепел, когда об этом узнал, из-за этого смертный приговор. Это несправедливо. Будь ты порядочным человеком, тебе бы стоило помочь мне бежать из города, вместо того, чтобы сдавать властям. Это единственный способ избежать гнева. Отлучаясь доказательства ошибочного обвинения. Тебе нужны дополнительные доказательства, кроме моей жалкой попытки представить в роли учёного, как насчёт того, что господин Джейн-то не был в городе, когда я его обул. Только госпожа Джейн-то может это подтвердить. С другой стороны, ясно, как божий день, что я никакой мне мошенник. Ну ладно. Нам нужно немедленно увидеть капитана Сэн, если у тебя нет сомнений. Не сейчас, давай попозже. Я сейчас по всех перетыкал, мне надо ещё там кучу всего переделать, а потом я к тебе приду. Нунвэй, что? О, я тебя не заметил. Боюсь, эта замечательная скульптура захватывает моё внимание целиком. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Ты кто? Меня зовут Тунвэй, я мастер, раскопщик из Долины Духотворённых Камней. Я здесь, чтобы проследить за установкой этого прекрасного камня. Прошу меня извинить, я иногда увлекаюсь, когда начинаю говорить об одном из наших величайших сокровищ. Долине действительно есть на что посмотреть. А что делают эти камни такими Духотворёнными? Да никто толком не знает, хотя теория на этот счёт, конечно, есть. Кто-то говорит, что они божественного происхождения, кто-то считает их просто шуткой природы, но споры на самом деле ерунда. Камни замечательны сами по себе, даже без учёта их одухотворённости. Я считаю, зачать работать с этими чудесными камнями. Конечно, глядя на эту скульптуру, становится понятно, почему многие считают, что камни божественного происхождения. А что ты тут делаешь? Отдыхает от работы, видимо. Отдыхает от работы, хорошо. Я могу, кстати, прокачаться сбалансированным. Докачать, видимо, легендарный удар. И сохраниться. Что здесь находится? Чего ты ржёшь? И кто такой? Чё тебе надо? А, это, видимо, чужестранец как раз. Европеец. Ну, так-то да. Боевый идти против пушки с голыми руками такое себе. Как бы меня не веселили ваши пляски, я лишний раз доказал, что вам лучше заниматься делом и не слоняться без толку. У него вилочка и сыр. А теперь принеси что-нибудь освежающего в нормальной кружке, или я заберу деньги моей страны. Вы, дикари, похоже, не цените настоящий королевский грош. Уважаемый посетитель, если наша обыча вам так не нравится, может, вы отправитесь в какое-нибудь другое место. Пожалуйста. И оставьте вас прозябать в вашем примитивном строе. Скажи им, что я об этом думаю, Сквайр Персиваль. Сэр Родерик Фоттс, фон Педре, его блестательный прохиндэ не пойдет на это. Его задача просветлить вас. Хороший парень, когда я нашел его, он возился в грязи, сажая сырники. Так у вас печенье никогда хрустеть не будет. Да поможет вам Бог, если вы не осознаете ужаса размоченного печенья. Я сделаю из него человека, и если только кто-нибудь из вас не считает, что лучше меня, лучше вам начать учиться. К завтрашнему дню мы вас всех оденем в приличные штаны. Сэр, ваша дерзость поражает. Мы культурные люди. Что это? Желающие? Давай на тебя посмотрим. Женщина? Моя дорогая. Я не знаю, откуда ты свалилась, но в моей стране женщина знает свое место, если она только не королева. Правда в том, что я превзошел всех вас, кто осмелился выступать против меня и состязания ума и в бою. Перед вами королевский чемпион и чемпион страны. Вообще-то я не просил здесь высаживаться, но если буря забросит мой корабль в само сердце такой мрачной империи, я, где бы я ни был, буду нести свет знаний. Вам нужен наставник. Вы как дети. В смысле, мало кто из вас может отрастить приличные усы? Что это за место? А, предупреждения тебя ослепили. Я могу доказать, что ты не прав. Неужели? Может, посостязаемся? С удовольствием. Посмотрю, как ты попытаешься удивить меня проблесками разума. Но я признаю, что, скорее всего, не соглашусь, просто потому, что знаешь, что ты глупа. Нам нужны образованные люди, которым смогут оценить силу наших аргументов. Аргументов? В чем ты хочешь состязаться? Я пошел на великие муки, чтобы выучить ваш варварский язык и ради чего? Только чтобы понять, что никто из вас не в состоянии ничего сказать? Убедишь меня в обратно. Двустиши и четверостиши явно не хватало. Я уже молчу о пентомерах. Стоит ли после этого удивляться, что вы, люди, живете такой жизнью? Я возлагаю на тебя обстоятельства по защите сердца твоего народа. Если судьи решают, что тебе удалось просоответствовать, я объявлю тебя победителем. Хорошо. Выбирай, кого хочешь. Вот этих пятерых, что стоят здесь. Уверен, что баланс мнений будет присутствовать. Испытание должно быть честным. Можешь поговорить с ними, чтобы убедиться, что я их ни к чему не принуждаю. Мы начнем спор, как только ты будешь готова. Тогда давай посмотрим, насколько ты хороша в бою. Сомневаюсь, что ты на что-то способна. Ты слишком тоща, как и все остальные. Ты охренел вообще совсем, что ли? Женщина знает свое место. Я слышал, что ты согласилась пройти испытания чужестранца. Я благодарен тебе за то, что ты посчитала нужным защитить нас. Для меня было бы честью судить спор. Некоторые из моих знакомых, ученых, тоже согласились. А ты будешь судить честно? Поступив по-другому, мы в конце концов только поможем чужестранцу выиграть. Если он хочет настоящий спор, мы проведем его честно. Конечно, я сомневаюсь, что его аргументы будут иметь такой вес, как он предполагает. Только не здесь, в сердце нефритовой империи. Какой тип аргументов ты предпочитаешь? Я не очень хорошо замечаю собственные слабости, но, как и все коллеги-ученые, я поднаторил в использовании слабых мест оппонента. На ученых Хэн и Цоу легко повлиять к констатации фактов. Придерживайся этой тактики, и они наверняка изменят свое мнение на то, которое нужно тебе. А стратегия? Апеллируй к личным предпочтениям судьи, мы же теоретики. На судью действует не только сам предмет спора, сколько твоя тактика. Каждый будет реагировать только на тот стиль, который ему по душе. Если судья отдает предпочтение фактам, констатируй факт один раз, и он примет твою сторону. Повторишь, и он изменит мнение, просто чтобы продолжить дебаты. Другие аргументы его, скорее всего, вообще не заинтересуют. Короче, я констатирую факт, и он примет сторону. Хорошо. Я надеюсь, что ты защитишь империю. Ой, не знаю, не знаю, ребят, не знаю. Я, конечно, тот еще спорщик. Давай попробуем с набега. Ну что, мы готовы немного поскакать. Давай установим некоторые правила. Ведь не против. Ну, давай. Не хочу тебя сбивать с толку, но мне кажется, нам стоит сделать процесс повеселее. Пять судей, шесть тем. Я выдвину аргументы, доказывающие, почему ваша дикая страна спотыкается, как ребенок, а ты постарайся ответить. Судьи будут поднимать руки, чтобы показать, чью сторону они принимают. Руки подняты твою, опущены мою. Если после шести тем за тебя большинство, твоя взяла. Клянусь корсетом королевы, если ты склонишь всех судей на свою сторону в любой момент, я объявлю поединок оконченным. Приступим? Ну, давай. Миндальничать я не собираюсь, я тебя пощадой. Не жду. Посмотрим, кто действительно лучший. Такую же точку разногласия взять за отправную? Знаю. Основополагающий момент любого цивилизованного общества валюта, применяемая в экономике. Что за общество станет использовать серебро в качестве основы торговых операций? Золото бесспорно лучше, и вы это признаете, используя его важных скульптурных работах. Ваше понимание ценностей не выдерживает критики. Возражения? Невежественный дурак этот, ты здесь нищий. Ну, давай констатация. Редкость золота доказывает, что оно должно использоваться для высших цен. Ну, истинная ценность вообще не в валюте. Я сперва попробую ответить так, как я бы ответила. Большинство на твоей стороне, но дебаты еще не закончены. Я обращаю ваше внимание на высокомерие вашей империи. Вы просто уверены в том, что все земли, лежащие за пределами империи, заселены варварами и монстрами. Разве можно утверждать, что они не цивилизованы, пока вы не доказали это, завоевав их, раздавив своей мощью? Вы сидите здесь и размышляете, пока удаленные земли жаждут подчинения. Аналогично тому, что я тут пытаюсь с вами сделать. Расширение нужно держать под контролем. Завоеванный народ изменчив. Большинство на твоей стороне, но дебаты еще не закончены. У вас руки не устали? Стоит ли упоминать о ближнем бое, на который вы так безрассудно полагаетесь? У вас есть странное оружие на порошке дракона, но вы растрачиваете его на зрелище летающей колесницы. Любой маломальский цивилизованный народ уже разработал бы достоин оружия, вроде моей старой Мирабель. В ближнем бою преимущества, о которых ты говоришь, исчезают. Большинство на... Да, да, да. Я отрицаю ваши глупые поверья и вызываемые ими иррациональное поведение. Драконы, духи, даже разговоры об оживших мечтверцах. Знаете, хотя бы это коллективное безумие насчет парящего дворца. Из-за постоянного суеверного взора ваших христиан даже я не увидел. Его не увидел. И как же, черт возьми, вы обнесете его рвом? Это же просто смехотворно. Многочисленные свидетели. Мы просим прощения, но только ты хозяин своим глазом. Я согласна. Ну, допустим. Первый проигрыш. У вас нет понимания отношений между правящим классом и крестьянством. Ваша черни слишком счастлива, чтобы работать продуктивно. Обрушившиеся несчастья показывают, что они способны выполнять приличный объем работы за день. Но ваши крестьяне страдают только из-за дурацких суеверий об оживших мертвецах. Мы не считаем, что страдание это полезный инструмент. Я в меньшинстве. Хорошо. Последняя тема. Если по итогам ты не получишь большинства, придется признать, что я тебя превзошел. Простая критика ваше смехотворное одеяние. Ни одной пары нормальных стеганых панталон. Я спрашиваю вас, каких успехов вы достигли на панталонном фронте и почему вы такие чистые, в то время как каждый человек в здравом уме знает, что единственный способ отважить дьяволу скверно пахнуть и нести ду земли. Ванна также плохо влияет на жидкости в организме. Вы что, не умеете следить за вашей желчью? Нападки на одежду? Вряд ли достойна тема для разговора. Тебе не удалось убедить земляков. Ты проиграл, вызывайте она поединок. Ты будешь сражаться вообще. Я вообще хотела бы его побить, конечно, в дебатах, потому что у меня почти получилось. Ну ладно. Победила грубая сила. Я все равно, наверное, перезагружусь и попробую. Это была прекрасная демонстрация мастерства. Это был честный поединок с Родерик. В рампах, установленных тобой правил. Да, старина, все правильно. Думаю, я и в самом деле сел в лужу. Рухнул, как гнилой мост. Не знаю, я в смятении. Я этого не предвидел, в особенности после моей победы в дебатах. Но я полагаю, что иногда грубая сила может раздавить превосходящий интеллект. В любом случае, ты побила меня. Это дело чести. Я не могу этого отрицать. Это был не твой день, да. Я ухожу и все же помню. Так, он превзошел меня разумом. Он превзошел меня разумом? Я превзойду его по... Я превзойду его фейфскабом. Давай. Так, короче, благожелательность сработала. Далее, навязывать волю другим не сработало. Ага, значит, первая благожелательность, констатация, благожелательность. Благожелательность, констатация, благожелательность, констатация. дьявола, друзья, семья, держу паре, они все держатся от тебя подальше. Большинство твоих земляков сочетовые аргументы более убедительными, иного я и не ждал. Мне не следовало ожидать честного состязания в вашем городе. Глупо было бы думать иначе. Я требую сатисфакции. Ты превзошла меня в дебатах. На истинную слово завоевывают на поле боя. Давай. В приемном зале есть стены, чтобы прижиматься, углы, куда можно загнать, и достаточно пол, на котором можно упасть, но не выйти из боя. Чтобы ты там не задумал, я выиграю. Возвращайся ко мне, когда подготовишься. Да, давай. Боже, мне, блин. Он только своим не может, блин, дулом махать направо и налево. Ну и вот и все. Это была прекрасная демонстрация мастерства, да. Я победила в дебатах и победила его в бою, он меня недооценил, признал, что я его побила, и то, что делаю, это честь, и это был не твой день. Намеренно или нет, ты заслужила награду от меня. Не победивший на дуэли должен предоставить победителю достойный дар. Я не был бы достойным послом моей страны, если бы не следовал ее обычаям. Керцогиня прохиндей мне говорит про лабудум. Так, вот это наша прокачка, а это оружие. Но я не хочу на самом деле огнестрелом, потому что мы в древнем фэнтезийном Китае, блин, у нас тут какой-то прохиндей в доспехах с сыром, поэтому камни есть? Да, нашел какое-то. Им с какого-то перепугу украсили что-то вроде биде, которое расставлено у вас вдоль дорог. Биде. Местные смотрели на меня так, будто я облегчился на какую-то трехлятую святыню основной здания. Этого места я просто не понимаю. Верно, Персиваль, взбей мои походные штаны. Не будем больше ни минуты омрачать этот сад. Нет. Серебряный язык. Что за серебряный? А, я 3-4 100 хп экспо... О, господи, опыта получила. 6-6 обаяние, устрашение, интуиция. Я могу вот это вот снять и надеть серебряный язык, который лучше намного. Нормально так, камушек. Ну, просто, ну, прокачка это прикольно, конечно, но зачем? Министр культуры. Хорошая победа над этим чужеземным шутом. Ты доказала, что ему не под силу победить нас ни физически, ни интеллектом. Мы все у тебя в долгу, но Министерство культуры особенно. Пожалуйста, прими эту символическую сумму как награду. Она, безусловно, заслужена. Спасибо. Мы ценим твою услугу. Если бы в Империи было бы больше таких, как ты. Просто, когда ты требуешь все больше и больше, типа, ну, давай еще, еще давай, мразь, и так далее, и тому подобное, ну, зачем? Надо сохранять достоинство. У нас и так веник уродни клюют. Прям, ну, много. Они все хвалят от меня. Хвали меня тоже. Хвали меня. Хвали меня. Хвали меня. Поздравляю, и добро пожаловать сад ученых. Я философ Дзял, один из многих ученых, которых ты здесь увидишь. По твоему снаряжению я вижу, что ты не из имперского города. Надеюсь, твое пребывание здесь будет плодотворным и успешным. Разорливый Тян как-то сказал, ценнее шелка новые друзья в чужих землях. Если тебе что-то понадобится, я буду рад помочь. Спасибо. Прозорливый Тян как-то сказал, чтилые речи и пышные облачения редко передают истинную суть, лишь в деяниях видны намерения души. Рад помочь тебе всем, чем только смогу. А, есть вопросы? Основные принципы. Основные принципы. Ну, давай. Гармония. Короче, в центре учения прозорливого Тяна познание гармонии и раздора. Их даже называют путь открытой ладони, путь кулака, и они не могут существовать друг без друга, но никогда не уживутся в одном человеке. Гармония с миром возможна только при понимании твоего места в мире. Муравей, меняющий себя тигром, никогда не достигнет гармонии. Другими словами, лучший способ следовать пути гармонии это принять свое место в мире и использовать свои навыки соответственно. Раздор это другая сторона медали. Те, кто выбирает путь раздора, ставят собственное возвышение выше всего остального. Эти люди не обращают внимания на окружающий мир и используют любые средства, чтобы возвыситься. Прозорливый Тян рассказывал своим ученикам и о гармонии и раздоре, ведь нельзя поднять одно, он не разобравшись в другом. Однако, сам он следовал по пути гармонии. Кто это вообще? Прозорливый Тян был первым императором Нефритовой империи. Он был философом и непреузойденным лидером, объединившим воюющие провинции. Его учение основало Великую империю, хотя о самом Тяне написано крайне мало. Нам известно, что он принес мир людям империи, и с тех пор его учению следовали многие поколения последователей. Хорошо. 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 Короче, дознавателя-вербовщика смысла нет искать, потому что мы можем прилететь на место, где встретились, и просто нас там примут во всех смыслах, скорее всего. Вот. Что-то про сад спрашивает, но я сейчас сама все узнаю. Так, философ. М? Да? Подойди ближе, я не вижу, кто ты. Это снова ты, дзиндзи? А, нет, судя по дыханию, прошу, не подходи ближе. Ну, подумаешь, сыра поела. Чего ты хочешь от старого шиньдау? Я хочу вернуться к моим размышлениям, прежде чем убро от старости. Я... Можно вас что, спросить? Диндинско меня осаждает вопросами. Мастер, каково седьмое предписание? Мастер, как нам достичь внутреннего покоя? Мастер, когда мы будем обедать? Чудо, если у меня есть хоть минута покоя. Ладно, давай, только быстро. Мастер Ли есть? Как этот Ли может называть тебя своим учителем, когда твое мастерство так недалеко продвинулось? Я даже не слышал от тебя, мастер, чего этот Ли? Он учит вязанию или боевым искусством? Как я могу дать ответ, базируясь на таких необоснованных вопросах? Возможно, твоего мастера неспособность к учению, поэтому он решил сбежать и бросить свой дом в двух реках. Слышь, ты это... Пока. Ну, он... ворчливый пожилой человек. Че, че, че вы от него хотите? Привет тебе, путешественница. Прости мою дерзость, но я был в таверне и убедил тебя. Твоя летающая машина это настоящее чудо. На самом деле, у меня есть планового плана, надеюсь, что когда-нибудь я добуду деньги и его построю. Однако, других ученых мои изобретения не интересуют. Ага, слухи были? В каком городе всегда есть слухи? Говорят, что духи голодные и нападают на невинных людей. Еще ходят слухи, что император при смерти. Но я бы не стала верить. Пусть император и перестал показываться на публике, но это еще не значит, что он болен. Может, он просто хочет уединения. А еще, че? Император мудрый, могущественный. Как иначе он мог остановить засуху? Я тогда еще не родился, но слушал про это. Его и правда в последнее время не было видно, но, думаю, беспокоиться не о чем. Империя в его отсутствии вроде не разваливается. Может, он просто отдыхает от тяжелой работы. Никто не заслуживает отдыха больше, чем император. А че призраки? Думаю, это всего лишь слухи. Я вообще призраков не видел, ни злых. Никаких. Если призраков что-то разозлило, почему же их сейчас тут нет? Если подумать, я не знаю никого, кто вообще когда-либо видел призрака. Я предпочитаю тратить время и силу на то, что реально. Проектирование новой летательной машины, вот это действительно важно. Про руку смерти что-то спрашивать смысла нет. Они нам сейчас все расскажут. Вот эти вот злодейские планы будут гоготать и рассказывать. Так, я сейчас, пожалуй, тогда почитаю. Почитаю там. Почитаю тут. Почитаю тут. Подождите. Это летающее лицо. Серьезно. Ну. Не одна же я это вижу, да? Летающее каменное лицо в саду ученых. Ладно. Чувачок, пойдем, я закончила. Конечно. Подожди, а я помогла ему сбежать? Серьезно? Я слышал, что есть новости о поисках находчивого Юй-куна. После разговора с тобой выбежал человек. Да, он покинул город. Он упал. Интересно, насколько он поднимет награду, если и дальше его прижимать. Что скажешь? Да он ушел, ушел, ушел. Смотри, как та шлюха виляет бедром перед носом у того наемника. Не понимаю, как Юй-куну удалось проскользнуть мимо нас. Неужели он подкупил одного из моих агентов? Ну, импирская армия больше серебра, чем у какого-то мошенника. О, господи, что он может мне предложить? Он уже покинул город. Надо было арестовать этого чертова туриста. Значит, ты разговариваешь с этим нервным ученым, потом Юй-кун неожиданно исчезает. Подозрительно. А если я предложу тебе обычную награду и еще половину? Ну, сорян. Ну, как скажешь, господин Жень-то, разумеется, не согласился бы со мной, но по-моему, Юй-кун не был похож на закореневого преступника. Наверное, придется закрыть его дело. Что ж, история с преступниками закончена, и мне жаль, что... Но у меня больше нет для тебя работы. Изо всех сил просто я не получила денег, я получила бонусы добра и тысячу опыта, но изо всех сил просто... великий охотник за головами, поймавший двух преступников за такое короткое время. Есть еще работка. В этом городе есть еще одна преступница, за ее голову назначена высокая цена. Ее зовут Аиши Скорбящий Клинок, ее можно найти в школе черного леопарда. А в чем ее обвиняют? Ее обвиняют во всех известных преступлениях, еще несколько, которые пришлось специально придумать. Она наводит ужасно всю империю. Понятно. Почему ты мне это говоришь? Потому что я хочу, чтобы ты знала. Моя роль в этом деле не должна тебя заботить. Я слышала об этой Аиши. Говорят о Аиши и она смертельна и безжалостна, но всегда печальна. Когда увидишь ее, попроси рассказать свою историю. Ее рассказ может оказаться очень интересным. Это таким образом меня в ловушку заманивает, что ли? Так, а где у нас находится золотой путь черный леопард? То есть выйти направо. Здрасте. Что тебе нужно? Если ты не собираешься избавиться от этого старика, тогда не лезь. Ты кожевник фон? Да, тебя прослал Шэй? Он послал тебя из-за моего отца? Ну да. Он должен, он виноват, он должен был как следует похоронить его. Послушай, я дам тебе деньги, просто забери старика и сделай так, чтобы я его не видела. Что случилось, старик? Что ты хочешь? Мой сын нанял тебя, чтобы выгнать меня из моего собственного дома? Ты мертв, но не знаешь об этом. Конечно, я не мертв. В противном случае, стал бы я расстраиваться о потере дома, или если на то пошло дышать, куда мне было податься, если все в страхе бегут от построил этот дом своими руками, не собираясь отдавать его ему. Ты говоришь, что ты не мертв? Они послали самую сообразительную, да? Нет, я не мертв, глупая женщина. Мой сын просто воспользовался этим предлогом, чтобы отнять у меня все. Он полагает, что избавившись от меня, получит и сарамят не все деньги, но я ему покажу. Правда? Как? Все говорят, что ты умер. Видишь ли, у меня есть друзья, и я добиваюсь результатов. Мне просто нужно заставить их меня послушать. Ты можешь убедить, а я тебя награжу. Но твой сын уже все забрал. Ну да, но когда мы заберем это у него, я щедро тебя награжу. Твой сын уже пообещал заплатить мне, если я тебя уничтожу. А я тебе предложу больше. Может, пару сотен монет? Этого хватит, чтобы какое-то время жить в достатке? Ладно. Хорошо, хорошо. А теперь давай пойдем разберемся с этим выскочкой. Что ты делаешь с ним? Тебе нужно было от него избавиться. Мне кажется, вам нужно поговорить. О чем нам говорить? Он мертв. Тебе нужно от него избавиться. Я не мертв. Просто ты убедил в этом всех, чтобы украсть мое дело и мои деньги. Он бы все равно, он бы все равно, что мертв. Посмотри на него. Этому старому пердуну осталось жить пару лет, не больше. Эй. Послушай, это дело не обязательно должно закончиться плохо. На самом деле тебе может сильно повезти. Просто заставь его исчезнуть, и тогда я щедро тебя награжу. Никому, ведь не нужны покойные родственники, которые приходят с того цвета и мешают жить. И пытался его убить. И что? Ему было нам плевать на нас. Его интересовало только его дело. Дело, которое я должен был унаследовать много лет назад. Неблагодарный негодяй, я вырастил тебе, и вот какова твоя благодарность. Как ты мог так поступить со мной? Я же твой отец. Потому что ты никогда меня не любил. Ты всегда занимался только своим делом. А теперь ты получил по заслугам, старый ублюдок. Я... Я не знаю, что сказать. Как ты мог подумать об этом? После смерти твоей матери у меня остался только ты. Старый фон, тебе следовало больше говорить со своим сыном. Я никогда не думал. я был неправ, когда не обращал внимания на тебя. Как я мог забыть о тебе? Отец! Прости меня, сын. Я не должен был забывать о тебе. Но когда умерла твоя мать, я просто не знал, что делать. Я скрыл свои чувства за гневом и отчаянием. Мне стоило увидеть все это своими глазами. Вам стоит оставить прошлое позади. Мы оба были неправы, отец. Да, это так. Если бы не это незнакомка, то все бы закончилось трагедией. Вот обещанные деньги. Тебе уже не нужно выполнять мои поручения. Тебе удалось открыть нам глаза. Спасибо тебе за это. Да пребудет с тобой благословение небес. Пожалуйста. квестам. Вот тут еще какой-то квест. Добрый день, госпожа. Вы новый следователь? Судя по одежде, ты не из министерства. Это ужасно. Все, за кем я посылал, исчезают. Здесь действует сила, на которую я не могу повлиять. Чего? Извини, я не очень понятно выражаюсь. Я просто очень расстроен в последнее время. Я префект Цитун. В мои обязанности входит обеспечение того, чтобы осужденным преступником выносился приговор. У меня возникли затруднения. Я взял под стражу подозреваемого в работорговле лавочника Лина. Но один из высокопоставленных министров пытается освободить его и требует от меня, чтобы я обвинил другого человека. Человек, которого они хотят обвинить ученый Сунтао, мой друг. И я уверена, что в его невиновности. Мне нужно, чтобы ты нашла доказательства, чтобы я мог их предоставить. Хорошо. В самом деле, ты мне поможешь? Спасибо! Спасибо тебе за все! Мне нужно доказательства, что Лин виновен и таким образом не смогу оправдать Сунтао. Если я не смогу доказать вину Линам, то мне придется приговорить Сунтао к смерти. Но каждый, кому я поручаю докопаться до истины, либо исчезает, либо умирает. Наш лучший вариант Цзи Бао, последний, насколько известный, человек, который разговаривал с Лином до его ареста. Но Бао знает меня и моих людей. И он не станет с нами разговаривать? Хорошо. Ищи его в таверне. Это вверх по ступеням от имперской арены. Не спугни его. Если мы его потеряем, потеряем последнюю ниточку Клину. Работорговцы. Лотушку у него на шутку нужно положить конец их торговли. Мы положим и конец, и конец положим. Нормально все будет, небо, не кипишуй. Сейчас только эту грустную женщину, скорбящую, опасную победим. И обязательно все-все концы с концами положим, наложим, отложим. То, что хочешь, сделаем. Любой каприз, небо, любой каприз. Так, котятки, у меня к вам вопрос. Вы видели злую тетю? Вот она, видимо, да? Меня зовут Аши, скорбящий клинок. Если ты здесь, чтобы убить меня, лучше развернись и уходи. Он меня не послушал. Надеюсь, что ты будешь умнее. У тебя есть история, которую ты хочешь рассказать. Мне надо завершить одну историю. Я не вижу нужды рассказывать ему кому-либо, кроме себя. Если продолжишь говорить со мной, я встану и сражусь с тобой, тогда наша встреча закончится твоей или моей смертью. Ну ладно. Да, будет так. На твоем месте я бы с этой женщиной не стал играть в игры. Я не так тебя представляла. Гармония окружает тебя. Я чувствую ее, когда ты рядом. Я могла бы рассказать тебе свою историю, если она тебе интересна. Давай. Ты что-нибудь знаешь обо мне? Об ужасе по имени Айши, скорбящий клинок? Ну, говорят, что... Расскажись сама. В этой империи меня искали как преступницу. Называли бандитку, убийцей и даже хуже. Я сжигала целые города дотла из-за какой-то жалкой ссоры между властителями. Люди по моему приказу убивали крестьян десятками за их скутные пожитки. Если один раз поступить не по совести, потом потерять ее очень легко. Я не всегда была такой, но слишком хорошо помню, как началось мое падение. А что случилось? Мой отец умер, когда я была совсем девочкой. И после его смерти я будто потеряла направление в жизни. У меня не было ни другой семьи. Я была одна. Я встретила юношу. Он был настоящим лидером. Он умел увлечь людей, умел управлять ими. Я была влюблена. Ему нравилось изводить детей из нашей деревни. Мне казалось, это было весело. Пока однажды он столкнул маленького мальчика в реку за городом. Река была быстрая, и мальчиком унесло бы. Но ему удалось ухватиться за скалу. Ужасно. И зачем он так поступил? В последующие годы я пришла к выводу, что это была не просто грубая игра. В глазах моего молодого человека был блеск, который я не могу забыть. Ребенок кричал, зла на помощь. Его крик был полон ужаса. Он не умел плавать. Я хотела ему помочь, но почувствовала руку на своем плече. Юноша, которого я любила, сказал, если мы поможем ему, он скажет остальным, что мы сделали. Надо оставить его. Что-то в его голосе заставило меня поверить ему. А что случилось с ребенком? Несчастного ребенка унесло течением, а через несколько дней его тело нашли ниже по реке. Мы никому не сказали о том, что сделали, но я никогда этого не забуду. Если мы поможем ему, он расскажет другим, что мы сделали. Надо его отпустить. Простые слова, но я и сейчас слышу их. Ночью мне хуже. Я не могу спать. В моих ушах звенят крики мальчик уносимого водой. Я слышу их до сих пор. Я не знаю, была ли это твоя вина. А кто был тот молодой человек, который тебя остановил? С тех пор я наблюдала за ним. Его карьера в рядах имперской армии шла в гору, а я катилась по наклонной. Вот почему я сюда пришла. Я устала от этой жизни, но, по крайней мере, я ее прожила. Он никогда не испытывал грызений совести по поводу его вины с учившимся, хотя именно он заслуживает в моей жизни. Если ты здесь из-за награды, которую назначили на мою голову, ты, может быть, даже знаешь его, капитан Сэнь, вот за кем я охочусь. Я должна заставить его заплатить за смерть мальчика. Была влюблена в капитана Сэня? Ты его явно знаешь. До сегодняшнего дня я не знала, как к нему подступиться, но ты подсказала мне ответ. Если ты поможешь мне, я сумею добраться до Сэня. Тебе нужно всего лишь привести меня к его посту. Обезвреженный пленник может подобраться достаточно близко. Когда я закончу с ним, ты получишь свою награду. Я не хочу впутывать тебя. Ты же бессердечная преступница. Меня называют скорбящий клинок не за то, что я люблю убивать. Годы воспоминаний о том, как я впервые не вмешалась, отточили мою совесть. А чем еще просить тебя об этой услуге? Это последняя возможность совершить правое дело прежде, чем один из охотников наконец доберется до меня. Ну, давай я отведу, посмотрим, как он отреагирует. Оставим точку в этой истории. Что все это значит? Здравствуй, любовь моя. Или мне теперь обращаться к тебе по званию? Капитан Сэнь. Давненько не виделись. Айши, что ты тут делаешь? Ты в розыске, тебя тут быть не может. Вы все-таки знакомы. Пора мне расплатиться за свои преступления. Что ж, приятно видеть, что нашему новому охотнику за головами удалось привести тебя. Если честно, Айши, я думала, ты будешь биться насмерть. Ты не была такой слабой, когда мы... Нет. Я была слабой. Иначе я не послушала бы тебя у реки. Я собираюсь принести наказание за мои преступления. Но сначала я должна сделать одну вещь. Я должна убить тебя. Что? Нет, стража! Твои люди погибнут, не дойдя до меня и трех шагов, капитан. Не посылай их на смерть. Ты уже заслужил вечные мучения, не усугубляя свою участь. Она безумна. Она хочет убить меня. Ты, защити меня. Плачу вдвойне. Если я помогу тебе, ты расскажешь всем, что я сделала. Будьте прокляты вы оба. Вы будете вечно скитаться между мирами. Я позабочусь, чтобы загробный мир не принял ваши гниющие тела. Это, скорее всего, наш потенциальный сопартиз, да? Сэнь мертв. Мертв, как тот несчастный мальчик, которому мы позволили умереть. Я жалею только, что Сэнь умер так легко. Я благодарю тебя, от всей души. Я погубила сотни жизней своими преступлениями, но теперь мир вернулся в мою душу. Пора поставить точку моей истории. У меня есть только одна последняя просьба. Подари мне досто... Нет. Для меня нет достоинства. Просто подари мне смерть. Иди давай отсюда. Ты не можешь отпустить Айши скорбящий клинок. Это навлечет на тебя незаслуженные подозрения. А этого преступления я не совершу. Сражайся. И пусть об этой битве в город вспоминает много лет. Блядь, я думала, она мой сопартиец. Ну ладно. Как дела, пацаны? Эх, вот такая вот любовная история у нас. Исчезающая причем. Случилось. Старик. Я надеялась, что все закончится именно так. Возможно, к ней наконец-то пришел покой. Возьми это. Думаю, так хотела бы Айши. Всякое доброе дело должно быть вознаграждено. Ты кто? Айши скорбящий клинок была моей дочерью. Почему ты сказал мне, что она... Она сказала, что ее отец умер. Мне кажется, она обрела покой. И я наконец-то могу покинуть этот мир. Слишком давно я отверг объятия водного дракона. Ты мертв? Не поймешь? Ты монах духа? А ведь твое обучение еще не закончено, а я не позволил ни одной частичке себе ускользнуть из этого мира. Как ты узнал вообще о моем происхождении? Много лет назад за мной пришла одна из твоего народа. Я сказала ей, что хочу видеть, как растет моя дочь, и она позволила мне остаться. Такие как ты являются. Являлись пастырями мертвых. Но это не значит, что вы были бессердечными. Она сказала, что однажды за мной придет другой человек из ее ордена. Какая ирония. Я умер прежде, чем ворота в мире мертвых закрылись. Но я не мог забыть про дочь. Я беспокоился за нее и не напрасно. Но теперь, полагаю, она обретет покой. Все призраки со временем впадают в безумие. Но у некоторых из нас есть причина сохранить разум. Какое-то время мы можем побороть тоску и отчаяние. Что ты будешь делать? Я подожду. Что мне еще остается? Я знаю, что мир мертвых закрыт, но я должен бороться с отчаянием и гневом. Я немного знаю, с чем ты сражаешься. Прими мои лучшие пожелания, попытайся все исправить. Я ждал почти 20 лет. Я могу подождать еще немного, а теперь, теперь на душе мне стало легче. Камень единения он мне дал. Тело, разум, дух. Ну, разум минус 5, серьезно? Почему у меня минус 5 внезапно обнаружилось? Ну, вот такие вот у нас получаются удивительные дела. нам в следующий раз надо будет тогда заглянуть на арену имперскую, заглянуть, наверное, в кабак, там что-то у нас происходит, вот, заглянуть на стоянку Тяна, видимо, где нас будут ждать. Ну, все, это будет уже в следующей серии. Давайте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Буду очень благодарна за поддержку, виде лайки и комментарии. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд, все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока!